Мои дорогие, всем большой привет! Сегодня мы с вами продолжим разбирать бренд Анна Латан. И сегодня я вам покажу новинки у этого бренда. У них вышли три продукта. Пенка, крем и просто ролик. Сейчас покажу, о чем же идет речь. Первое это пенка, дезодорант и дальше крем дезодорант. Есть конечно же еще роликовый дезодорант. Я роликовые дезодоранты не люблю и не пользуюсь ими уже очень и очень давно. Я уже давно пользуюсь кремом. Вместо роликов, стиков и прочих продуктов особенно я спреи вообще не люблю. Вы знаете, я помню, что когда-то у меня был какой-то спрей-дезодорант. По-моему, это был бренд Нивея. Да, это был бренд Нивея с эффектом пудры. Знаете, что ты пшикаешь, а у тебя такой эффект пудры на теле. Вы знаете, это было так ужасно. Он так отвратительно пах. А какая была после него реакция, вы знаете, как-то меня это не обрадовало, особенно мои подмышки. Поэтому я уже давно пользуюсь именно кремом вместо других продуктов. Итак, перейдем же к новинкам от бренда Анна Латан. Значит, данные пенки и крем, и роликовый дезодорант, который не содержит, давайте зачитаю, не содержит алюминия, непищевой соды и кислоты, которые здесь близки к кислой среде наших с вами подмышек. И начнем с довольно интересного продукта. Данная пенка, она очищает и нейтрализует запах. Данную пенку можно использовать абсолютно везде. Ноги, подмышки, если у вас потеют ляжки, вы также можете использовать там данный продукт. Данная пенка не оставляет ощущения сухости, не стягивает кожу. И главное, ей можно пользоваться после бритья. Она не будет вызывать раздражение подкожников, сухости. У вас не будет пересыхать кожа. Пенка очень щадящая. Ее можно использовать вечером. Я ее использую уже где-то месяц. И вы знаете, иногда даже не хочется пользоваться дезодорантом, потому что данной пенки хватает. Я использую ее либо утром, когда принимаю душ, либо на ночь. Замечательный продукт. И знаете, есть такие компоненты, есть такие продукты в данном сегменте, когда они вам даже, знаете, меняют запах пота. То есть у вас начинает вырабатываться ваш пот, но он при этом имеет другой запах. Иногда более кислый, более сладкий, иногда, простите, вообще вонючий. И да, на это может влиять дезодорант. Такое бывает. С данным продуктом такого нет. У вас не будет вашего запаха пота. Да, у вас будет выделяться все равно пот, потому что вы не колите туда ничего. Соответственно, пот все равно будет естественным образом выходить, но он не будет создавать вот этот неприятный кислый запах пота. Понимаете, о чем я? Вот об этом данная пенка и предотвращает именно формирование такого неприятного запаха пота. Она не блокирует полностью потовые железы, ни в коем случае нет. Но она делает зону подмышек и зону выделения пота более комфортной, более благоприятной для нас с вами. Вся эта линейка имеет экстракт листьев хурмы и хмеля. Поэтому, если пенка не имеет абсолютно никакого аромата, она воздушная, очень приятная. Пахнет она действительно шалфеем. Она пахнет, ну, очень приятно. Правда, она очень и очень приятно пахнет. Когда дезодорант, здесь 75 миллилитров. Это действительно очень много. Вы выдавливаете вот так. И вот уже крем имеет запах, знаете, как хурмы. Потому что я очень люблю хурму. Кто любит хурму, пишите, какой сорт. Я люблю инжирную хурму, потому что хурма ракета, она очень вяжет. Пишите в комментариях, какая ваша любимая хурма. Значит, вот это, конечно, имеет такой довольно резкий запах. Я уже много лет пользуюсь кремовым дезодорантом от Lancome Bacash. Все знают, все любят. Да, сейчас он в России стоит, конечно, каких-то... Я последний раз покупал его в России за 1200-1400 рублей. Последний раз в «Золотом яблоке» он стоил 3500. 3500, товарищи! 3500 за дезодорант. Это как бы... Это как бы спасибо, все свободны. Поэтому ценник я озвучу в конце на все эти продукты, потому что здесь они стоят свой, да, у них есть свой ценник. И сколько они стоят в России, к сожалению, не знаю, но озвучу в переводе на рубли, перевод на шекели. Шекели на рубли. Так вот, данный дезодорант, он, конечно, очень резкий. Если Lancome у нас все-таки с вами более такой нежный, пудровый, довольно приятная у него одушка, правда, и дезодорант Lancome им как раз нужно пользоваться после бритья, так как он замедляет рост волос. Что не могу сказать по поводу данного продукта. Данный дезодорант не будет замедлять рост волос. Но данным дезодорантом можно пользоваться после бритья. Он не будет вызывать подкожников, не будет вызывать раздражений и не будет закупоривать поры, то есть у вас не будут формироваться вросшиеся волоски. Но замедлять рост волос, повторюсь, он не будет... Lancome Bacash, крем, это делает. Данный продукт этого не делает. Данный продукт содержит, как я уже сказал, экстракт хмеля сосны сибирской, также смолы фисташки. Также здесь есть компоненты, которые нейтрализуют запах и имеют антибактериальное действие. По поводу антибактериального действия, это как раз то, что я вам и сказал ранее, можно использовать после бритья. Что же касается замедления роста волос, повторюсь, не делает. По поводу запаха. Да, он довольно резкий. Если вы не любите, знаете, такие хвойные запахи, шипровые, здесь присутствуют. Но если вы любите натуральные компоненты, натуральную отдушку, и любите все такое действительно натуральное, сосну, то данный аромат вам понравится. По поводу того, формирует ли данный продукт не тот аромат, знаете, на одежде в подмышках. То есть выделяется ваш пот, и, конечно же, здесь есть отдушка. Поговорим немножко об этом. Знаете, поначалу, поначалу, когда я пользовался им, то была разница между ароматом, который у меня был отланком, и после вот этого. Да, аромат, конечно, немножко поменялся. То есть запах пота, он смешивается вот с этими компонентами, с этими отдушками, и, конечно, запах, он немножко другой. Он не сладкий, он не кислый, он не вонючий. То есть нет такого типа, оф-ф-ф-ф-ф, господи, глаза аж режет, да? Знаете, о чем я говорю, да? Бывает такое, что запах пота прям режет глаза, и они у вас слезятся. Понимаете, да, о чем я? С этим, конечно, такого нет, но я заметил, что у меня изменился запах пота. Конечно, мы говорим о питании, мы говорим о климате, о температурном режиме, который находится вокруг меня. То есть это все, конечно же, влияет на выработку нашего с вами пота и работу сальных желез. И с этим дезодорантом, да, у меня немножко изменился запах. Но не критично. Он меня не раздражает, он не вырви глаз, да? Ну, он обычный, знаете? Но есть разница между ланком и между вот этим. Да, разница есть и очень ощутимая. Во-первых, в аромате. Во-вторых, в последствиях. Если ланком... Я на это, конечно, могу закрыть глаза, потому что ланком прям замечательно работает. Ланком оставляет белые следы. Да. Если с ним переборщить, то есть с ним нужно найти контакт. Если с ланком переборщить, то да, он вам оставит белые следы на одежде. Особенно, если это черная, темная, поверьте. Да, у вас не будет запаха пота, у вас будут замечательные, гладкие, прекрасные подмышки, но одежда, конечно же, немножко пострадает. С данным продуктом нет никаких следов и разводов на одежде. Ни на зеленой одежде, ни на черной, ни на темной, ни на серой, ни на светлой. Данный продукт не оставляет абсолютно, просто абсолютно никаких разводов на одежде. Вот так вот. Но ваша одежда, конечно, будет иметь легкий, просто легчайший аромат, который содержится здесь. Но аромат будет. Но если вы постираете, соответственно, одежду всю свою, то никакого аромата, соответственно, не будет. Поэтому все нормально. Если, подводя глобальный такой итог, по поводу двух новинок от Анны Латан. Повторюсь, там еще есть роликовый дезодорант. Я не люблю, не покупаю, не тестирую, но он в этой линейке есть. Пенка потрясающая. Вот, честно, открытие этого года для меня. Я ее пользуюсь с удовольствием. Она очень экономичная. Прям любовь. Обязательно привезу себе в Россию такую, и даже не одну. Что же касается этого дезодоранта. Он очень экономичный. Несмотря на то, что у него срок годности 9 месяцев с открытия, он очень экономичный. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Есть минус только в том, что когда данный продукт и его одушка смешивается с вашим запахом пота, появляется немножко другой шлейф, но он не чувствуется. Не думайте, что все вокруг будут ощущать данный аромат. Нет. Это только услышите вы, когда начнете дома раздеваться. Это будет. По поводу остальных его чудесных свойств, прекрасный, хороший дезодорант, который действительно успокаивает кожу после бритья, не закупоривает поры, не создает вросшихся волосков, прекрасно лежит на коже, и им также можно пользоваться, где вам нужно. Это могут быть ноги, это могут быть ляжки, это, опять же повторюсь, могут быть абсолютно любые зоны тела. Да? На теле. Как и данным продуктом. Поэтому это действительно универсальные средства. И ноги, и руки, и тело, и все, что хотите. С ланком такое не прокатит. Он все-таки именно для тела. На ноги я его не тестировал, потому что 50 миллилитров на ноги за 2 500. Это как-то очень, очень не очень. Поэтому с такими продуктами, конечно, самое то универсальное. Если у вас есть момент с потоотделением, да, летом особенно, или зимой, обратите на эти два продукта свое внимание. Они вам пригодятся, они будут вас спасать. Поэтому вот комбо из них просто потрясающее и замечательное. Что же касается цены. Вот этот, по-моему, стоил 20 шекелей. 20 шекелей умножаем с вами на 19. Кто-то умножает на 20. Данный продукт стоил 34-35 шекелей. Все так же мы умножаем на 19-20 рублей. Тем самым в рублях данный продукт у нас с вами вышел в 338 рублей. А данный дезодорант вышел в 665 рублей. 20 шекелей умножаем на 19-20 рублей. Где-то 340-380 рублей. 338 рублей. Вот в этом пределе. Данный дезодорант, опять же, 35 шекелей мы умножаем, да даже если 40 шекелей, мы умножаем на 19-20 рублей. Это где-то 600-700 рублей. За 1500 рублей у вас появляется просто два потрясающих продукта. Это же просто чудесно. Это просто потрясающе. Это замечательно. Я не знаю, сколько они, к сожалению, стоят в России. Я вам перевожу с шекелей за ту цену, которую я купил здесь, в Израиле. Поэтому, потрясающие, замечательные продукты. Правда. Я ими доволен, в восторге. По поводу дезодоранта, буду ли я его повторять снова, 100% я вам сказать не могу. У меня еще лежит ланком. И вот этот я еще протестирую. Они у меня еще не заканчиваются. И сравню. Куплю, не куплю, не знаю. То, что куплю пенку, однозначно да. По поводу данного дезодоранта, правда, не знаю. Посмотрю, как он будет работать дальше. Но ими я уже пользуюсь больше месяца, если не полтора месяца. Да, да. Я ими пользуюсь уже очень давно. Поэтому, вот такие вот замечательные, потрясающие, шикарные новинки у бренда Анны Латан. В следующем видео, дорогие мои, мы с вами рассмотрим еще одну новинку у бренда Анны Латан. И не только новинку, которую я повторил уже раза три, наверное, потому что это действительно потрясающий, замечательный, универсальный, волшебный продукт. Спойлер для волос. Да, тема волос здесь в Израиле для меня оказалась очень насыщенной. Знаете, такая насыщенная, важная повестка дня. Потому что подобрать здесь шампунь, подобрать здесь уход для волос, ох, как непросто. Ох, как непросто. Я вам покажу набор, который я купил, который стоил достаточно немалых средств. Расскажу плюсы и минусы данного продукта. Но вот именно уход за волосами, то, чем я пользовался, и то, что я привез из России сюда, мне абсолютно здесь не подошло. Только какие-то маски, и то не все. Поэтому уход для волос здесь, в Израиле, это отдельная тема. Поэтому, мои дорогие, подписывайтесь на канал, не забывайте поставить ваши лайки, оставить ваши комментарии, какие темы раскрываем в следующих видео. Может, психологические, может быть, личные. Да? Ну и, конечно же, темы красоты, макияжа. Все свои пожелания пишите в комментариях. Ну, а мы с вами скоро встретимся в новых видео. Всем пока-пока и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!